Ну и пока Петр Порошенко в Соединенных Штатах, в парламенте рассматривали президентский законопроект. Рада в первом чтении, правда, приняла один из законопроектов судебной реформы. Что он изменит и что народные депутаты знают о законе о реинтеграции Донбасса, который на слуху, но пока еще не в стенах Верховной Рады. Обо всех подробностях расскажет Екатерина Лысенко. Из-за вчерашнего старта голодовки одного на ордепа Олега Берзюка с ответом не замешкалась целая фракция. Блок Порошенко вышел всем составом и с целым списком требований. Нам нужно врятать не Андрея Ивановича, а жителей и гостей Львова от смятя. Пане Садовый, мы протягом трех каденций могли решить эту смятевую проблему. Но даже трагедия. На Грибовицком святезвалище, когда в прошлый год погибли люди, не подстолкнула вас до этого. Андрей Иванович, негайно вы решите проблему с смятем или добровольно дайте в отставку. Самопомощь сегодня в зале. Правда, к Трепуни депутаты выходят по отдельности. Со своими встречными претензиями. Правда, спустя несколько минут зал покинула и вице-спикер Оксана Цироид. Отправилась к Березюку. Но дальше этих акций самопомощь пока не продвинулась. Коллективную голодовку обещают не устраивать. Байкот в зале тоже. Мы когда вчера побачили с лидером фракции, который голосовал в голодовании, он сам первым сказал, я считаю, вы дальше должны работать, дальше должны голосовать. Голосовать за решения, в том числе и от президента, от уряда, если вы видите в них користь. Но уже на первом сегодняшнем голосовании на голоса самопомощи рассчитывать не пришлось. В зале обсуждается судебная реформа. Законопроект рассматривают в первом чтении. Это 800 страниц документа, который затрагивает 11 кодексов и 18 законов. Законопроект, среди прочего, внедряет электронный суд и определяет Верховный суд единственной касационной инстанцией. И без этого документа сам Верховный суд заработать не может. Наша общая задача – упорядкувать судовый процесс. Суд должен выполнять исключительную роль арбитра и никогда следовательного, когда говорится о господарский и цивильный процесс. Самое на создание простого процессуального способа чистого возможности, спрямление этих изменений до многих кодексов. Например, вводится возможность определенного опрачивания в электронном виде, определенных документов. В оппозиции к закону сегодня самопомощь, которая не согласна с судебными инновациями, и Батьковщина, у которой есть свой альтернативный документ. Там, как говорит классик, смешались иконы и люди. Там есть автоматический арест денег на рахунках за бурги для украинских граждан. И украинские граждане должны это знать и слышать. Там есть выклик в суд отвечающего через интернет, если невозможно установить его место перебывания. Как это будет происходить, я не знаю. Выклик в суд через портал судовой власти. Или все люди в нас сейчас имеют доступ на сегодняшний день к интернету и есть пользователями этого портала. Или это очень ограниченное коло людей. Два часа ушло на обсуждение. В итоге, в первом чтении судебную реформу утвердили, пообещав до второго исключить спорные моменты. А вот какие нормы будут прописаны в другом документе законе АДО, о оккупации Донбасса, неизвестно. Его бурно обсуждают, но пока без конкретных предложений. Законопроект не существует в природе, хотя он проголошенный уже и в воздухе гуляет несколько месяцев. Поэтому, на жаль, это все на пальцах. В целом, наша позиция достаточно четкая. Мы считаем, что с самого начала проголошения АДО это было ошибкой. У нас АДО уже имеет все знаки фактически боевой операции, но дальше этим занимается и обеспечивается СБУ. Мы категорично против кулуарных испытаний переглянули Минские угоды. Суспельство должно знать решение, которое готовится. Мы требуем, чтобы парламент принимал безусловно участие в разработке решений, что касается жизни и безопасности украинских граждан. В блоке Порошенко сообщают документ на стадии разработки. Мы хотим выяснить статус этой боевой операции и, собственно, того конфликта, который происходит, называвши его так, как это названо в международных документах. Например, это может быть самооборона страны против агрессии другой страны. Этим законом будет предъявлено, обязательно, 24 на 7 миссия монетаринговая ОБСЕ, которая должна работать как 24 на 7 на неокупованной территории, так, 24 на 7 на неокупованной территории, что сейчас не происходит. Кроме того, этим законом будет предпочена вероятность заведения на территорию, особенно окупованной, миротворческих войск или полицейской миссии. Когда документ попадет в парламент, неизвестно в блоке Порошенко, лишь уверяют, внесут его только с окончательными правками президента. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Ну, пожалуй, самой громкой темой из обсуждаемых Верховной Раде сегодня стало вчерашнее задержание при попытке передачи взятки охранника, народного депутата от БПП, Борислава Розенблата. В кулуарах говорят, что деньги предназначались еще одному народному избраннику. Кому и как объясняет ситуацию сам Розенблат, мы об этом поговорим чуть позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова